Мы с вами продолжим наш урок. Я вспоминаю, в прошлый раз мы закончили с вами на таком моменте, очень интересном, на мой взгляд, мы говорили с вами про сны. Мы говорили с вами, что сон – это одна шестидесятая часть смерти, а сновидение – это одна шестидесятая часть пророчества. И вот пытаясь все эти вещи каким-то образом сделать, я сказал, что на следующем уроке я этот момент более раскрою. Теперь у меня вопрос к вам, уважаемые дамы и господа, все, кто любит Тору, кто слышит, слушает уроки. Слышали ли вы все предыдущий мой урок? То есть я много времени не был здесь в Айкра, к сожалению. Слышали ли вы предыдущий урок? Внимательно. Я думаю, сделаем так. У вас есть ссылка, или в своих случаях я попрошу у редакторов сделать ссылку на первый урок. И поэтому сейчас я начну сразу вот с того места, которое я говорил в прошлый раз. Только напомню, что мы начали немножечко, начали говорить про сны. Мы сказали, что сны… Было два вопроса у нас поставлено. Мы привели пример Фрейда, который сказал, Зигмунда Фрейда, который сказал, что сны раскрывают то, что у человека внутри души. Он сказал, что когда человек бодрствует, его сознание и чувство не дают ему передать внутреннюю глубину души. Но когда он спит, цензура исчезает, и он каким-то образом все видит. Теперь мы привели пример альтернативы. То есть задолго до него уже Алтер Ребе писал эти вещи. Он говорил, что когда человек бодрствует, то в нем преобладает силы ума, зрения и слуха. Он может контролировать ситуацию. Но потом он уже не может определить, где иллюзия берет вверх над логикой. И он чувствует такой вот подъем. Он спит. Все эти важные силы сокрыты. И он может во сне соединить абсолютно абстрактные вещи и, с другой стороны, вещи реальные. Дальше мы с вами привели несколько примеров про влияние души на человека. Мы сказали, что душа, она состоит из пяти частей. Три, которых находятся внутри человека. Две находятся вне нас. И вот ночью происходит некое соединение сил души, которое называется Непешуах Нешама. Они соединяются с Хая и Ахида, которые находятся наверху. Я сейчас немножко углубляюсь, но потом все будет нормально. Так что не волнуйтесь. И передается некая энергия. Мы сказали, я просто очень так рекомендую вам посмотреть первый урок. Но сейчас немножко ввести тех, кто его не слышал. Ввести немножко в курс дела. Мы сказали, что слово Мазаль – это то, что и называется вот эта энергия, которая капает. Капельница – это Мазаль, соединяющий внутрь человека, его силы души, которые заходят в него при рождении. И силы души, которые находятся на небесах, в каких-то невидимых сферах, очень высоких. Происходит соединение космического корабля и космической станции. Вот так вот, как пример. И поэтому во сне, чем чище наша жизнь, тем выше мы поднимаемся. Наша душа поднимается и черпает вот эту энергию. Мы еще не дотрагивались до каких-то более таких сфер. Я напоминаю вам, сон – это одна шестидесятая часть смерти, сновидение – это отдельная часть. Она связана со сном, но она еще связана с другими вещами. Когда мы видим сны, мы поднимаемся на уровень одной шестидесяти сновидения, то есть пророчества. Что остается в нас, когда мы засыпаем? Мы сказали, что с вами есть два момента. Или остается нефеш, или остается киста дыхаюта. Киста дыхаюта – это частичка той жизненной энергии, которая так необходима нам. Она в нас, и мы практически отключены, мы уподоблены мертвому. Фактически еще два момента мне осталось вернуть из прошлого урока, для того, чтобы мы вошли полностью в курс. Мы задали вопрос, почему, если Бог хочет нас подкрепить вот этой силой духовной, без которой невозможно, почему Он это не может сделать во время бодрствования? Почему нужно обязательно нас укладывать? Мы сказали, что во время сна, привели пример Абитска, Калурия Ашкеназы, которая говорит в Шарак Дамот, что человек во сне, он может выдержать эту энергию. Но когда он будет бодрствоваться, он просто умрет. Та сила, которая у нас направляется по вот этому источнику, называемому Мазаль, она настолько велика, настолько сильна, что во время бодрствования мы не сможем. Просто не сможем ее выдержать. Поэтому мы отходим ко сну, это некий наркоз. Мы привели еще пример в прошлый раз, что как наркоз, как боль, которую человек не может выдержать, так и вот эта вот энергия, которая очень великая, сильная и так далее. Теперь мы задали вопрос в прошлый раз, сколько человек должен спать. Это вопрос вопросов, об этом спорят люди. Во-первых, это очень индивидуально. Но есть некие определения мудрецов, которые говорят до восьми часов. После восьми часов это пустая тарта времени. Это подтверждает знаменитый Роберт Стигольд из Гарварда, который говорит, что восемь часов, не больше. Теперь откуда мудрецы это знают? Они не учились в Гарварде. Они не делали какие-то опыты над спящими людьми. Они просто берут пасук, берут предложение из Иова, про книга Иова. Там написано, То есть, теперь лежал бы я и был бы покоен, спал, и тогда был бы у меня покой. Слово тогда, аз, алифзайн, это восемь погематрий. И они говорят, и Рамбам пишет. А Рамбам был врач, с ним очень тяжело спорить. Уровень высочайший был у него. Он говорит, больше восьми часов человеку желательно не спать. Почему? Потому что это пустая тарта времени. Вы спросите, ну хорошо, если хочется. Нет проблем. Бывают такие моменты, что можно поспать. Но если человек делает обыкновение и спит очень много, Он просто не использует то, что ему предназначено в жизни. Жизнь делится на три. То есть, день делится на три момента. Два четыре разделить на три будет восемь. И поэтому мы просто не сможем добиться очень многих вещей. Ну, тут можно поспорить. В всяком случае, я привожу те примеры, которые есть в моем расположении. И самый важный момент. Мы говорили с вами про слово халом. Халом – это сон. Мы говорили, что слово халом созвучен со словом ахлама. Ахлама – это выздоровление. Более того, мы сказали, что на нагрудном переднике великого первосвященника в третьем ряду, если я не ошибаюсь, был камень ахлама. Он соответствовал колену гад. Единственное, которое фигурирует, когда мы отходим ко сну. Отходя ко сну, мы читаем молитву. Вот в этой молитве из колена гад собирает отряды свои, чтобы минута с ними назад. Мы это читаем три раза. Начало, конец, начало, конец. Тем самым, вспоминая колено гад, которое так серьезно справлялись с врагами. Сон, и вообще сон, я имею в виду, когда мы идем ко сну, мы воюем. Происходит некий поединок между чистыми и чистыми, между разными силами энергии. Я не хочу сейчас, я его сейчас буду конкретизировать. Но, в общем, все, что я сейчас говорю, я уже говорил. И говорил это во время первого урока. Найдете ему в фейсбуке. Если нет, попросите, там ссылочку вам сданут и так далее. Теперь момент, который вот сейчас мы как бы начинаем после всего вот этого небольшого, того, что мы вернулись к началу. Мы сегодня поговорим с вами про знаменитую цифру 60. Мы знаем, что цифра 60, она имеет очень такой, ну, важный в иудаизме момент, ступень. Давайте пойдем сначала с шурханаруха и урахай. 1,6 часть, это молока, например, попадает в объем. Если она до 1,6 мясного, то мясное можно продолжать кушать. То есть есть некий момент, допуск, который говорит нам 1,6. 1,6 часть, как мы уже сказали, сна, это символизирует собой, то есть солнце символизирует собой 2,6 часть смерти. Потом, когда мы наносим визит больному, мы забираем у него 1,6 часть, то, что называется болезни. Давайте вспомним, 63 боши, 600 тысяч евреев зашли в Эра Цисраэль. И сновидение, это 1,6 часть пророчества. Теперь обратите внимание, 1,6 часть – это очень маленькая цифра. Она важная. Если я не ошибаюсь, был такой беликий Рабимой Шакардовер, если я не ошибаюсь, он писал об этом, что когда человек перед Йом-Кипуром не прощает, а он говорит, что в мире есть, ну это известно, есть 600 тысяч душ, 600 тысяч еврейских душ. Это, опять же, обратите внимание, 60, оно кратно 600, и вот они образуют некий круг. Почему? Цифра 60 по гематрии самых. Самых – это кругленькая буковка на святом языке. Это такой круг. Теперь, перед Йом-Кипуром мы всегда поем такую песню «Встаньте, дети, встаньте в круг». Я всегда смеюсь об этом и говорю. Почему? Потому что мы, которые просим прощения и прощаем, мы заходим перед Йом-Кипуром в этот круг, и если кто не в кругу, он может быть поражен некими силами тьмы. Теперь, когда ты стоишь в кругу, ты знаешь, что ты в том допуске, который может тебя не поколебить. То есть тебя не поколебит ничего. Давайте вспомним перед сном. Мы читаем такое слово, такие слова. Вот ложа царя Соломона. 60 храбрецов или героев у ложи его стоят. И у них есть мечи у бедра. Защищают они сон царя от ночных кошмаров. Или от паха длайла, от страха в ночных. Теперь непонятно, что это такое. Мы сейчас с вами подходим к моменту, что такое вот это 60-е. В любой отрасли. Еврейская лохи вообще. Почему одна 60-е? Ну, во всяком случае, тот момент, который я знаю, я раскрою. А может быть будут еще раввины, которые более глубоко и понятно это сделают. И вот этот круг, вот эта буква самых, вот эти 60 героев, это не солдаты. У Соломона было не бесчисленное количество солдат. Если бы надо было защитить его от страхов, понятно, нужно что-то другое. Не физических солдат. Что делает Соломон? Он произносит 60 букв. 60 букв соответствуют 60 героям, защищающим нас. Что за 60 букв? Обратите внимание, вот кто интересуется. Смотрите, я не люблю демонстрировать, как в классе, как в садике, молитвенники и так далее. Но вы посмотрите, в Сидуре, в молитвеннике, после вечерней молитвы, отхода ко сну, есть Шма-Исраиль. Кришма-Аля-Мита. И там идет такой порядок. Вот Ложа Соломона. Потом идет молитва Коина. Иварехеха адунай вейшмареха. Ей родной панавелеха вейху неко. Исо адунай панавелеха вейсумеха шалом. Мы видим интересную вещь. Если вы считаете все эти буквы, вы увидите, что их 60. То есть, эти 60 букв, имеется в виду с именем Бога, совсем как положено, развернуты. Вы видите, что эти 60 букв молитвы Коина образуют некий круг, который защищает нас, вот так вот примерно, от ночных кошмаров, от страхов ночных. Ну, тут задается вопрос, как вообще Соломон, царь Соломон, как он дошел до того, что он начал бояться ночью спать. Это отдельный рассказ. Я его буквально вкратце, когда Соломон был выброшен, он, царь Соломон был очень мудрый человек. И он перед тем, как стал царем, он помолялся Богу и попросил великую мудрость. И Бог ему открыл великие тайны. То есть, он не просил ни денег, ни счастья, ни разные вещи, которые нам так нужны. Он попросил мудрость. Он был очень умный человек. Что он сделал? Он поступил, как тот слуга, которого царь должен был освободить. И царь ему говорит, слушай, ты был верным слугой. Я дарю тебе все, что ты хочешь, чтобы ты был до конца жизни обеспечен. Проси все, что ты хочешь. Он ему говорит, ты знаешь, я многого не прошу. Я подумаю, он говорит так, если я попрошу дома, замки, земли, он мне все даст. Он попросил его дочь замуж. И получил все. Из замки, и, короче говоря, в наследство потом все. Он хитро поступил, умно. Соломон просит мудрость. Дочь Всевышнего. Так называется, что мудрость, хохма. Она мудрость, она дочь Всевышнего. И тем самым он был озарен. Поэтому он стал богатейшим человеком. И он стал богатейшим человеком через три вещи. Которое было запрещено. Так написано. Царю запрещено увеличивать коней, увеличивать жен, увеличивать серебро и золото. Соломон все это увеличил. Потому что он знал, что запрет он на тех, кто может забыть Бога. Когда он будет иметь коней. Потому что кони в те годы, это была конница, это была армия, танки, самолеты. Это были кони. Без этого царь не может. Но царь, который обложит себя вот этими конями, он скажет, моя сильная рука дала мне вот эту вот, всю эту победу. То же самое серебро и золото. Вводит человека в искушение, в испытание. И тогда Соломон говорит Богу, я все это сделаю и не забуду тебя. И здесь произошла интересная вещь. Я не вдаюсь еще, смотрите, в сравнение то, что сделал Давид, то, что сделал Соломон. Просто это не наша тема. Но самое главное, что через женщин, огромное количество жен, он становится очень богатым. И в конце концов, в какой-то момент, он был обвинен на небесах и выброшен. Мы сейчас не будем вдаваться много подробностей, потому что наша тема сны был выброшен от Иерусалима на огромное количество миль. И три года не мог вернуться. Вместо него сидел на престоле Ашмадай, был такой царь чертей, и делал все, что он хотел. Его потом вычислили таким очень интересным, тоже с помощью женщин. Вообще, я вам скажу, я феминистский раввин. Я всегда на стороне женщин, всегда считаю, что женщина, на ней держится весь еврейский народ. Вообще, весь мир держится на женщина. И вот эта женщина его вычислили, вот этого чертенка. И Соломон был возвращен во дворец. И тут он очень боялся, он понимал, что нечистая сила, против нее очень сложно идти. И он себя вот обезопасил вот таким вот коинами, вот этим благословением коинов. Напомню нам, что если человек видит плохие сны, вообще любые сны, он может три раза в год, ну, за границей, кто в Израиле, он может, в принципе, чаще говорить благословение коинов. Когда есть возвращение Шалех-Цибур. Но в основном это говорят на три праздника, которые называются Рогалим. Вот в эти праздники, когда коины благословляют, еще в Хабаде очень просто, потому что благословляют их благословение очень долго, в таком песенном варианте. И ты успеваешь сказать, в Сидуре все есть, написано молитва коинов. Если кто-то когда-то, можете написать, я вам скажу, страницы, потом нет проблем. И вот когда ты говоришь то, что там написано. Всевышний, сон, который я видел. Если он хороший, пусть сбудется. Если он не такой хороший, переверни его в хороший. Там целая, представляете, целый текст. Уникальный текст. Это молитва самая одна из лучших. Но это тоже во время благословения коинов. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти 60 букв дают некий круг. Вот этот каббалистический круг использовался очень часто в иудаизме. Был такой хония меагель. Меагель окружляющий, который делал круги, встанулся в круги, молился. Для более такого светского слушателя, я напомню, Николай Васильевич Гоголь в бессмертном своем произведении «Вий». Он показал вот это восвящение. Кстати, Гоголь был связан с какими-то такими христианно-иудейскими масонами, так говорят. В Италии, вы знаете, что большинство жизней, я так думаю, прожил за границей. С чем-то там он был связан. То, что он был такой непростой человек. И он где-то вычитал. Про этот круг. Помните, как этот дядька там круг этот сделал. То есть, это не простая вещь, но это есть. И этот круг связан со снами. Буква самых. Теперь мы с вами немножко поговорим про будущее в снах. Помните, Фрейд, который отрицал будущее в снах. Фрейд говорил, никакого будущего в снах нет. Сны – это некая ситуация, когда человек – это результат прошлой жизни человека. Так, очень коротко, так имел в виду Фрейд. Теперь моя задача, наша задача с вами – посмотреть, что говорит об этом наука и, естественно, что говорит об этом иудаизм. Потому что иудаизм полон примеров про сны, которые просто уникальнейшим. Ну, через всю Тору идут сны. И не случайно мы на прошлом уроке говорили про понятие «ахлама». «Ахлама» – это выздоровление. Сны выздоравливают человека. Но на прошлом занятии мы упоминали с вами Мишель Сиф. Был такой французский парапсихолог, ученый, который на полгода был, вот так вот он закрылся. Это недавно было, несколько десятков лет назад. Он закрывается в пещере, посвящает исследованиям сны. Вот в какой-то момент он пишет такие слова. Я вам просто прочитаю. Он говорит, что во сне происходит осуществление нереализованных желаний. Таким образом, частичная нейтрализация отрицательных эмоций. Обратите внимание, это ученый. Иудаизм об этом говорит давно. «Ахлама» – человек получает выздоровление. «Алтеребы» говорит, что человек выздоравливается, оздоравливается духовно. То есть в Талмуде, особенно в Кабале, об этом говорится, что сны – это великая вещь. Мы сейчас об этом поговорим. Но наука говорит, что во сне может приходить вот этот Мишель Сиф. Он говорит, во сне может приходить неожиданное решение какого-либо вопроса, никак не решавшегося в состоянии бодрствования. И он говорит, например, сны Кекколе и Менделеевой. Для справки Дмитрия Ивановича Менделея. Мы помним, он во сне увидел вот свою, ему была открыта вот эта вот таблица знаменитая. Фридрих Кекколе – немецкий химик. Он увидел во сне змею, кусающую собственный хвост. Что он сделал? Он, естественно, тут же представил себе такой вот маленький кружочек. Вот этот вот кружочек. Он потом назовет молекула бензола. Нильсбор структуру атома открывает. Это же во сне Рене Декарте. Вот с Рене Декарте мы немножечко с вами поговорим про него. Он был очень интересный человек. Он был, ну, я думаю, что нет отрасли в науках, где он бы не оставил что-то такое интересное. Кстати, для справки он хотел доказать физическое существование Бога. Это был 17 век. Не думаю, что все были с ним согласны. Да и сегодня, наверное, не согласились бы. В любом случае, он был автором радикального сомнения в философии. Он видел сон. И во сне он видел некую такую подспудную гармонию, связывающую вещи. Он, я даже зачитаю сейчас, если вы не против, так чтобы было близко к тексту. Он написал так. Сам мир устроен таким неосознаваемым мною законом, что эти законы позволяют мне в локальной темной точке совершить акт, для которого потребовалось бы знание всех законов. То есть, одним словом, для того, чтобы знать, как продвигаться вперед, нужно знать все законы мироздания. Я их не знаю. Но, зная, а ему открылась лестница. Я с ним увидел лестницу. Знаменитая лестница Декарта, Катена или Сатена, цепочка Декарта. И он говорит, она мне напоминает лестницу Якова. Помните лестницу Якова. И он говорит, хочешь поднимись на одну ступенечку, тебе Бог откроет вторую. То есть, интересно, ученый, который был довольно знаменитым, он говорит вот такие вещи. Теперь давайте посмотрим, что подтверждение своей истории приводит, как лестница Якова. Яков, который видел соединение высшего мира и низшего между нами и Богом. Жаль, что очень много лет прошло, чтобы мы действительно согласились, что между наукой и Торой практически нет разницы. И даже если есть, это разница в не таких непринципиальных вещах. Если вдуматься, то есть несколько мнений, которые да, совпадают, не совпадают. Да, и в Торе есть много мнений. В любом случае, святая Тора говорит, что Якова открылась, что весь мир похож на лестницу. Давайте вспомним слово Суллям. Мы сейчас начинаем с вами говорить про сны, которые дают возможность человеку увидеть будущее. То есть, обратите внимание, одну секундочку, я вижу здесь люди, которые просят зайти, одну секунду. Мы же должны это делать. В принципе, это митцва. Человек хочет послушать. Мы это должны делать. А, все, разрешил, отлично. Теперь мы возвращаемся. Вот он видит эту лестницу. Давайте посмотрим лестницу на иврите. Суллям. Суллям, гематрия, 130. Слово Синай, тоже гематрия, 130. Бог ему показал все моменты порабощения. Что будет в будущем. Он показал, один ангел, понимается, на 70 ступенек. Это было порабощение Вавилона, Персии. Потом 52, это была Персия. Мидия, 180 ступенек. Это была Греция. И он, в конце концов, увидел ангела Исава, который поднялся, уже не опустился. И Яков его беспокоен. Всевышний будет, небось. И чем выше поднимет, тем сильнее упадет. И сейчас важный момент. Есть такие вещи и сны, что их тайны открываются только праведникам. Только. Праведники, они разрешают смысл этого. Они истолковываются, в котором вот в этом толковании есть некий секрет. Какой секрет, корень снов по кабале, корень сновидений, сновидений из мира, который называется Тоу. Мир хаоса. Там, где было вот это вот. Я думаю, что такой виртуальный мир, где гололомка сосунов. В этом мире, где есть балаган, ну так скажем, хаос, тоу, в этом балагане беспорядки, оттуда происходят сны. Знаете, что сны, они очень беспорядочные. И про них говорит царь Соломон. Это тоже величайший в своей книге бессмертный бестселлер. Просто книга Куэля. И он говорит, сны разные говорят. А ты бойся Бога. То есть, он обращается к людям, которые слишком радикальны и чувствительны ко снам. И он говорит, ты бойся Бога. То есть, ты бойся Бога, а не сны. Потому что от него все зависит. А сны говорят лживо. Ну, к этому мы вернемся. Итак, мир Тоу, корень снов из мира Тоу. В тот момент, когда праведник истолковывает этот сон, он конвентирует, исправляет этот сон. Он его раскладывает по полочкам. Делает некую работу, которая называется «Из балагана в упорядочный мир». «Из беспорядочного в упорядочный мир». И тем самым, все, что он говорит, он знает четко, что он говорит. Теперь нам с вами. Что делать, если человек видит какой-то сон? Мы не праведники, но мы можем сделать великую митцину. Истолковать сон хорошо. Наша задача, вообще задача людей – видеть только хорошее. Написано «Ми Аиша Хэфэцхайм, Оэв Ямим Леруд Тоф». Тот человек, который проживет долго, это тот, кто Леруд Тоф, Оэв Ямим, любит жизнь и видит только хорошее. Надо видеть хорошее. Даже в снах, которые иногда не очень простые, мы стараемся с вами видеть добро и видеть хорошее. Это очень-очень важно. Поэтому я всегда говорю, когда мы истолковываем сны, мы делаем величайшую работу. Мы даем этим снам хорошее, успокаивая человека, это правда. Как ты истолкуешь, так оно и будет. И вот праведник Йосеф, давайте вспомним в Торе, что он сделал, он истолковал сон, он предащил судьбу не только Египта, а всего еврейского народа. До великого дня. Наши праведники, они, в принципе, они делают так, что с нами они исправляют очень много. Я расскажу, просто сегодня немножечко позже, я зашел в эфир, к сожалению, позже. Поэтому я себе позволю, с Божьей помощью, мы договорились с редакторами, что наиболее раньше начнем входить в эфир, чтобы там, я привык, я редко работаю с безвуком в эфире. Во всяком случае, очень надеюсь, что вот в следующее воскресенье и в большом, мы с вами эту тему продолжим, тему снов. Советую всем, кто не видел первый урок, посмотрите его внимательно, это очень важно. В следующем эфире мы с вами поговорим про гипоталамус, то есть вот это открытие ученых. Поговорим с вами про сны, которые влияют на человека, то есть праведники, которые реально влияют. И поговорим с вами конкретно про разного вида сны, сны, которые можно воспринимать, которые нельзя воспринимать. И с Божьей помощью я со всеми вами прощаюсь. Очень было приятно. Очень извиняюсь за такую задержку полчасовую, 20 минутную, не помню сколько. Спасибо огромное, огромное, огромное Божьей помощью. В следующее воскресенье мы с вами в эфире. Шалам.